Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 12 по 18 сентября 2022 года. Будут мне сегодня в этом помогать Таро Ведьмы, а также Ленорман Золотой Нити. Ваша задача, как всегда, настроиться на расклад, подумать о том, что вас больше всего волнует, и просмотреть предстоящую цепочку событий. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Что же у вас здесь? Так, как мы с вами видим, здесь у вас лежит Аркан Повешенный, Колесо Фортуны и Пятерка Мечей или Пятерка Воздуха. Карты, которые говорят о ситуации с зависшей. Почему? Потому что здесь это избежать какого-то быстрого течения событий для того, чтобы выйти из каких-то сложных моментов, сложных ситуаций. Будут, знаете, какие-то задержки в поездках, в переездах, либо если вы меняете место жительства, потому что ситуация, которая застопорится. Но, повторюсь, вам это будет во благо. Давайте даже посмотрим, почему, по какой причине. И здесь, если мы с вами посмотрим, здесь у нас ложится семерка мечей. От вас скрыты какие-то моменты в вопросах предательства, обмана, мошенничества. То есть все то, что вы можете пожинать, вот эти вот плоды от этой ситуации. Поэтому не форсируйте события, ситуация выстраивается таким образом, как необходимо. По этим картам это может идти переосмысление каких-либо событий в вашей жизни. Цепочка кармических уроков повторяется наново, потому что, как показывают арканы, вы не прошли кармический урок. Пятерка мечей, это не усвоить материал, это не усвоить какую-то задачу. И эта ситуация действительно войдет в вашу жизнь наново. Я смотрю, чего надо будет касаться. Здесь это проработка комплексов, страхов. Здесь это ситуация, когда вам хватит уже писать подчью-то дудку. Это нужно выстраивать, знаете, как свою жизнь, не опираясь на чужой опыт, на чужое мнение. И отойти от манипуляций вашего окружения. Потому что повешенное колесо фортуны, пятерка мечей, это очень слишком сильно зависеть от мнения окружающих, поддержки окружающих. Так вот, эту ситуацию нужно будет коренным образом менять. Если же карты посмотрим с точки зрения личной жизни, и вы у нас на текущем этапе свободны, обратите внимание, у вас после полосы, либо череды неудач, судьба даст вам новый шанс. Но о чем здесь говорят арканы? У вас ложится тушь-чаш, новое знакомство, но здесь повешенные колесо фортуны и пятерка мечей у вас должна быть совершенно иная модель поведения в партнерстве, в союзе. Иначе снова нарубите тех же, знаете, как я говорю, грех и наступите на те же грабли. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то по аркану императрица. Карты вам говорят и указывают на ситуацию, что взвесьте все за и против. Почему? Потому что если вы женаты или вы в браке, не разбрасывайтесь отношениями, можете их потерять, а потом себе кусать локти. Если вы в статусе любовника или любовницы, то не пытайтесь человека удержать здесь силой. Отпустите, идите своим путем. Императрица – это в первую очередь научитесь ценить себя. Тогда вас будут ценить другие. Потому что здесь, по этим картам, вы приносите себя в жертву. Эта ситуация повторяется, и вы от этого страдаете. Если же вы находитесь у нас в стабильных связях. Здесь, как мы видим по пажу чаш, это излишняя эмоциональность. Это может быть излишняя капризность. Это ситуация, когда вы можете так себя вести, ставить, что все вокруг виноваты, все и вся. Но нужно заглянуть вглубь проблемы, вглубь ситуации. Потому что это связано с тем, что вы знаете, чего хотите, но не знаете, как это выразить, либо как это подать. Как следствие, замалчиваете какие-то обиды, какие-то ситуации. И потом это выливается в проблему в вашей паре. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то здесь, во-первых, жить в рамках экономии ресурсов. И помимо всего прочего, в течение этой недели не делать крупных покупок, не одалживать денег. Не начинать какие-то сомнительные мероприятия, либо инвестиции в новый проект. Иначе потеряете то, что имеете. Карты вам рекомендуют выждать, переждать. Это не лучший период для существенных вложений, либо очень важных и значимых покупок. Если вы на текущем этапе у нас в статусе соискателя, то здесь семерка воды указывает на ситуацию, что вам необходимо определиться. Определиться с тем, чего вы хотите, как вы хотите, как вы хотите этого добиваться, в какой сфере себя реализовать. Но это, в первую очередь, неделя размышлений, попытки что-то возобновить. Потому что колесо фортуны и пятерка мечей возможно попробовать себя в той сфере, в которой вы работали ранее. Но семерка чаш это как бы мысли, это попытки с этим вопросом определиться. Если же вы у нас наемный сотрудник. Так, у вас пошло два аркана, поэтому два аркана я протрактую. У вас здесь, видите, семерка и шестерка огня. То есть терпение и труд, все перетрут. То есть ваша позиция, знаете как, держать оборону, придут к вас к победе. Почему? Потому что здесь кто-то может вас пытаться выставить зачинщиком конфликта или какой-то ситуации, либо какой-то вопрос обернуть против вас. Потому что по повешенному вы жертва обстоятельств. Колесо фортуны и пятерка мечей это возобновление конфликтных ситуаций, либо тот вопрос, который ранее замяли. Так вот здесь с гордостью выйти из этого конфликта. И еще некоторые, не все, конечно, но некоторые из вас могут понять и осознать, что тратят свое время, силы и ресурсы на работе, которая вас полностью опустошает. И вами может быть принято решение эту работу завершить. Если же у вас свой собственный бизнес, то по аркану суд это возобновление каких-либо процессов. Допустим взаимоотношений с партнерами, с которыми вы взаимодействовали ранее. Или вы можете принять коллег, которые, допустим, работников, которых вы уволили. Или попробовать возобновить деятельность, которой раньше занимались. Например, снова продавать ту группу товаров или предоставлять тот перечень услуг, которым вы занимались ранее. Если мы будем рассматривать вопросы здоровья, то это ситуация, которую вы затянули. И здесь это у нас будут и вопросы стоматологии, и то, что у нас связано с кишечником. Те, кто часто стрессовал, но не обращался в грачевую, здесь это, знаете, можете довести себя до гастрита, либо до язвы. То есть не затягивать эту ситуацию. Однозначно консультация врача, медикаментозное лечение. Не заниматься самолечением, потому что, как показывают карты, в эту ситуацию можете усугубить. Опять же, вы скажете, какой во всем этом позитив. Позитив здесь заключается в том, что даже если вы себя будете плохо чувствовать, а ситуация здесь обострится, это как вовремя предпринять меры для того, чтобы купировать болезненное состояние и ваше плохое самочувствие. Что у нас здесь дальше? Паж мечей, королева жезлов. И, как мы видим, рыцарь чаш. По этим картам это попытки взвесить, проанализировать всю ситуацию. То есть правильно ли вы идете, правильным путем. Стоит ли вам выполнять или иные рекомендации. Стоит ли вам опираться на чье-то мнение. Потому что королева жезлов и рыцарь чаш, это как под видом добродетеля, вам все-таки навязывают какие-то устои. Потому что даже посмотрите на этот аркан. Видите, змей, который обвивает. Вот так и вас кольцами обвивает тот, кто может подавать себя под видом добродетеля, либо вашего друга. То есть здесь по ситуации, по задаче стараться таких людей избегать. И еще по этим картам это ваша попытка форсировать действие, которая, к сожалению, ни к чему не приведет. Здесь остается только выжидать, и дожидаться решения тех либо иных вопросов и задач. Совет. Совет, как вы видите, у нас аркан башня. Башня это крушение старого образа жизни, предыдущей модели поведения. Либо, если это конфликтные ситуации, то не замалчивать, а все-таки этот конфликт провести. Потому что не может в вашей жизни здесь все оставаться так, как прежде. То есть идет ситуация трансформации, ситуация перемен. Единственное, если это рассматривать вопросы недвижимости, то это заняться недвижимостью, заняться ремонтом, перестановкой. Но ремонт на в каком плане? Если его делали, но не доделали. То есть что-то может быть переделать, перестроить. То есть это не начало новых проектов. Это то, что вы завершаете, либо пытались реконструировать. Вот тогда это будет актуально. И посмотрим с вами неожиданность текущих 7 дней. Что у вас здесь? Собака, змея и лилии. Ну и дно колоды книга. Книга всегда нам говорит о том, что вам необходимо открыть информацию. И здесь эта информация касается вопросов взаимоотношений с коллегами. Их не искренности. Это вопрос, знаете, как вывести человека на чистую воду. Это, знаете, не то, чтобы игра с совестью, а проверить кого-либо на добропорядочность. И если это касается вопросов здоровья, то ситуация, когда у вас идет обострение, как я говорю, болезней, на которые вы не обращали внимания. Поэтому собака, это обращаться в соответствующие, но не то, чтобы службы, в инстанции, где вы можете получить врачебную помощь, пройти обследование, ну и как следствие решить эту проблему. Но вообще собака, змея и лилии, это пересмотреть круг друзей. Потому что, повторюсь, под видом добродетеля, собака, змея, это недруги, либо люди, которые манипулируют вами, себе во благо. Моя задача, весь негатив, текущей ситуации, текущих событий, преобразовать вам в позитив. Поэтому так и поступим. Пусть колесо фортуны вращается в том направлении, чтобы менять вашу жизнь в лучшую сторону. И пусть ваша жизнь будет наполнена только самыми лучшими эмоциями. Это искренне от всей души. Неделя должна быть легкой, несмотря на какие-то трудности, потому что вы все преодолеете. Это в первую очередь, знаете, очень тяжелая, сложная работа над самими собой. Пусть она для вас пройдет воодушевленно. Пусть вы добьетесь своих результатов. Ну а мы с вами встретимся на следующей неделе. Я вас благодарю за просмотр. И до новых встреч.